Десна ТВ 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Мы создаем графики, мы выставляем музыку, рекламу, занимаемся договорами. Это абсолютно бумажная работа. Творческий конкурс «А ну-ка, девушки» в Десногорской колонии номер 5. Принимают в нем участие девушки, которые отбывают наказание. И, наверное, им очень тяжело участвовать в таких конкурсах. В течение двух дней, 8-9 февраля, любители баскетбола наблюдали за яркими выступлениями сильнейших команд области. Итогом финальных встреч регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» стала безоговорочная победа юношеской команды из Десногорска. Каждое мероприятие «Кэсбаскет» – это всегда большое событие для участников и зрителей. Спортивный праздник привлекает внимание широкого круга людей уже который год подряд. Так случилось и в этот раз. Региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» стал крупнейшим спортивным событием сезона. В этом сезоне, посвященном 75-летию Великой Победы, бороли 185 команд. Итогом отборочного тура стал финал чемпионата, в котором встретились 8 составов – юноши и девушки из Смоленска, Десногорска, Вязьмы и Ярцева. Спортивные баталии 8-9 февраля по накалу страстей напоминали матчи большого спорта. Все участники показали высокий уровень владения мячом и спортивный волевой характер. Мероприятие стало звездным часом для десногорских спортсменов из 4-й городской школы. Юноши из Атомграда заняли первое место. Девушки отстояли бронзу. Спасибо за такой красивый баскетбол. Игра была напряженная. Всем удачи и благополучия. Победа нашей юношеской команды открывает спортсменам и новые перспективы. С 15-го года я здесь нахожусь. С 15-го года мы участвуем в этом чемпионате школьной баскетбольной лиги. Были третьими, были вторыми. Первым в первый раз. Я очень рад. Уже в марте ребятам предстоит отстаивать честь Смоленской области и города Десногорска на всероссийском этапе кэсбаскет. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ Всемирный день радио во всем мире отмечается 13 февраля. Праздник молодой, ему всего 8 лет. Дата проведения выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфиры радио ООН. В нашей стране первый сеанс радиосвязи состоялся 7 мая 1895 года. Его провел русский физик Александр Попов. Именно эта дата больше знакома нашим соотечественникам в качестве изобретения радиоприемника. В заключении могу выразить надежду, что при дальнейшем усовершенствовании этот прибор может быть применен к передаче сигналов на значительные расстояния. Сегодня, спустя десятилетия, даже в век цифровых технологий, радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. В том числе, благодаря тому, что радио является частью будничного трудового дня многих людей. Не отвлекаясь от своих дел и забот, можно не только слушать музыку, но и узнавать последние события. Такими качествами другие СМИ похвастаться не могут. В эфире новости на ДЛСФМ. У микрофона Лилия Алексеева. Здравствуйте в этом выпуске. Свой профессиональный праздник отмечают и в студии радиостанции ДЛСФМ. Голос Лилии звучит из радиоприемников Десногорска уже не один год. Она свободно ориентируется в музыкальных предпочтениях горожан и уже не видит себя в другой профессии. При этом радиоведущие сетуют, что представление о такой работе у многих слишком упрощенное. 99, наверное, процентов нашей работы заключается в рутине. То есть мы создаем графики, мы выставляем музыку, рекламу, занимаемся договорами. То есть, ну, это абсолютно бумажная работа. Тем не менее, без рутины и кропотливого труда в этом деле никак. Ответственность слишком высока. Ведь радио зачастую первым рассказывает о новости, которую газетам и телевидению еще предстоит подготовить. А при том, что сейчас приемник есть у каждого и в машине дома, охват аудитории получается огромный. Поэтому нет никаких сомнений в том, что радио и дальше будет неотъемлемой частью в жизни каждого. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Скрасить время, проводимое в неволе, по-своему удается осужденным колонии номер 5 Десногорска. Инициативный коллектив при поддержке администрации учреждения провел творческий конкурс «А ну-ка, девушки». Мероприятие состоялось 9 февраля. Досуг в местах заключения не отличается разнообразием. Тем не менее, здесь тоже есть место и творчеству, и эмоциям. По-своему, особенное мероприятие «А ну-ка, девушки» прошло 9 февраля, главными участниками которого стали представительницы прекрасного пола. Принимают в нем участие девушки, которые отбывают наказание. И, наверное, им очень тяжело участвовать в таких конкурсах. Конкурсанткам предстояло проявить себя в пяти номинациях, каждая из которых требовала основательной предварительной подготовки. Творческие и интеллектуальные номера вызывали искренний восторг как у зрителей, так и у самих участниц, создавая теплую дружескую атмосферу. Подобные мероприятия для осужденных – это прежде всего праздник творчества и хорошего настроения. Осужденные подходят к этому очень ответственно, они готовятся, они между собой общаются. То есть это происходит очень позитивно за этот промежуток времени, что проходят данные конкурсы. И время к кончанию срока у них проходит тоже очень быстро. Этот конкурс – одно из множества подобных мероприятий, которые проводят в колонии номер 5 Десногорска. Несмотря на строгость учреждения, там продолжают делать так, чтобы время, отведенное судом осужденному, проходило быстрее. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде 14 февраля в Десногорске пасмурно возможен снег. Температура днем плюс один, ночью минус четыре. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadofstv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!